Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Женя. Окей, а что ты можешь рассказать о себе и почему хочешь работать на androidinsider.ru? Я обожаю гаджеты, я люблю писать, я люблю записываться, я люблю подкасты, я люблю видео, я люблю снимать, я люблю сниматься. Я очень много чего умею, возьмите меня к тебе, пожалуйста. А как у тебя с английским? Нет. Следующий! Всем привет, меня зовут Егор, вы смотрите видео на канале androidinsider.ru Так, без английского сейчас, как без рук. Оно, понятно, самый востребованный язык в мире. Причем знание английского языка является одним из главных критериев устройства на престижную работу. Эту проблему рано или поздно надо решать, и поможет нам в этом, разумеется, одно из приложений. В данном случае оно называется «Учу английские слова». Кстати, если вы умеете разговаривать, но считаете, что ваш словарный запас не так велик, оно вам также подойдет. Итак, есть две версии приложения – платное и бесплатное. В бесплатной версии есть всего лишь порядка 700 часто используемых слов и всевозможная реклама. Эта версия отлично подойдет для тех, кто только начинает учиться. А в платной версии рекламы, разумеется, нет, и к словарю прибавляется еще порядка 4 с лишним тысяч слов, рассортированных по разным категориям. Полезно это будет уже не только для новичков, но и для тех, кто хочет, как говорится, углубить и расширить свои знания. Рассматривать приложение будем на примере про версии. Итак, в главном меню мы видим категории. Автомобили, рестораны, военная терминология, еще 27 различных словарей. Также есть и общий, если вдруг захотите выучить все 5000 слов. Находим нужный нам пункт и начинаем изучение. Сразу же нам предлагают ознакомиться с этими словами. Присутствует поиск, транскрипции и возможность прослушать произношение этого слова носителем языка. После нажатия кнопки «Начать обучение» открывается статистика и меню выбора упражнений. Для того, чтобы начать обучение, нажимаем на визуальный аудиотренинг. После этого нам показывают каждое слово в выбранном нами порядке. Сначала диктор произносит слово по-русски, потом дважды по-английски. Каждый из них можно пропустить или отмотать назад. Окей, скажем, слова выучили. Настала пора упражнений. На самом деле, весьма любопытно проверить свои знания. Есть четыре вида упражнений. Перевод с иностранного языка, когда на экран выводится слово и несколько вариантов ответов, как оно переводится. Нам, разумеется, нужно выбрать правильный ответ. Второй перевод на английский. Теперь слово выводится на русском и нам дают английские варианты. Диктант, как в школе. Услышал слово, будь добр написать его правильно. Ну и упражнение «угадай слово» — это почти то же самое, что и классическая игра «Висельница», только с возможностью открыть неверную букву пять раз за одно слово. Кстати, система разучивания слов весьма интересная. Слово, которое вы отгадали правильно, переходит на пункт «выше» в вашей таблице успеваемости, а то, в котором сделали ошибку, соответственно, ниже. Таким образом, вы будете знать, где, что и сколько вам еще нужно подтянуть. После каждого верного ответа будет звонок, а в конце упражнения, разумеется, результаты. Сколько правильных слов и сколько неправильных. В дальнейшем они будут занесены в таблицу ваших результатов. Можно добавить свои собственные словари, дабы оттачивать другие слова, которых нет в приложении. Словари и таблицы результатов могут сохраняться в облаке, что делает сервис сверхудобным, так как можно будет начать обучение со смартфона и продолжить, скажем, на планшете. Не знаю, как вам, а мне вещь показалась очень полезной и использую с удовольствием. На этом у нас все. Оставляйте отзывы в комментариях, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под видео и до встречи на androidinsider.ru Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!